И снова время новостей. В студии Светлана Леонтьева. Доброй ночи. Новая партия вакцины AstraZeneca уже в Украине. В страну прибыли еще 705 600 доз препарата от коронавируса. Его будут использовать для ревакцинации пациентов, которые получили первую дозу вакцины Ковишилд AstraZeneca. Это врачи, военные силовики и люди старше 65 лет. Это уже четвертая поставка вакцины от COVID-19 в Украину в рамках инициативы COVAX. Украина открыла запись на вакцинацию от COVID-19 для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма. Как сообщили в Минздраве, эти люди будут относиться к приоритетным группам. В Донецкой области для этого уже определены центры вакцинации на базе трех амбулаторий близ линии соприкосновения. На этой неделе область уже получила около 12 тысяч доз препаратов Pfizer и CoronaVac. На сегодняшний день регион лидирует по темпам вакцинации. За сутки способны вакцинировать до тысячи человек. На 31 мая в области вакцинировано 51 554 человека. Из них 4787 человек получили вторую дозу. Более 4 тысяч педагогов уже вакцинировали в Днепропетровской области. Прививки делают и преподавателям вузов, и школьным учителям, а также воспитателям детских садов. На одном из временных прививочных пунктов побывали наши корреспонденты. Обычно на этом школьном автобусе на уроки привозят детей. Но сегодня в Новоалександровскую школу приехали педагоги. Их пригласили на вакцинацию. Наталья Шкадовская с коллегами приехала из села Старые Кадаки. Говорит, учителя в их маленькой школе ковидом не болели. И как только появилась возможность, на вакцинацию отправились всем коллективам. Сама этого момента ждала с нетерпением. Говорит, в необходимости прививки ее убедили взрослые сыновья. Они тоже добровольно пошли, привились. Все отлично, все благополучно. Один из них врач. Он сказал, что надо вакцинироваться обязательно. Ну, какая вакцина, не важно, но мы должны эту пандемию одолеть, победить. Учитель труда Александр Снегирев тоже работает в маленькой сельской школе. Говорит, от вакцинации никогда не отказывался, поскольку понимает, для чего это нужно. Вакцинироваться надо, потому что это еще с давних времен было. Люди умирали и от кори. И когда они вакцинировались, то это им очень помогало. Я думаю, это надо делать. Сегодня мобильная бригада вакцинирует 90 педагогов. Временный прививочный пункт оборудовали в медкабинете Новоалександровской школы. Заходим в следующий. Медики говорят, вакцин получили на заявленное количество людей. 15 флаконов. В каждом по 6 доз. Эта вакцина предварительно разморожена. В нужных условиях и мы получаем ее согласно документам в сумках-холодильниках при определенном температурном режиме. И до конца сегодняшней вакцинальной кампании используются все дозы. Для вакцинации педагогов используют препарат производства компании Pfizer. Вторую дозу учителям должны ввести в конце июня. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов. Новости Украины. Египет готов к туристическому сезону. В стране завершили вакцинацию всех сотрудников курортов Красного моря, заявила министр здравоохранения страны. Это все работники гостиничных комплексов, кафе, ресторанов и базаров, а также занятые в туристических перевозках в провинциях Красное море и Южный Синай. Египетские власти также начали вакцинировать персоналы и на других туристических направлениях Каир, Гиза, Луксор. Я объявляю всему миру о завершении процесса вакцинации 100% работников туристического сектора, в том числе работников, деятельность которых связана с подводным плаванием, сафари и базарами в провинциях Красное море и Южный Синай. Надеюсь, к 30 июня мы станем свидетелями завершения процесса вакцинации всех граждан в обеих провинциях, будь то жители или работники. Президент Украины принял участие в первом заседании Конгресса местных и региональных властей. Мероприятие провели в Хмельницкой области и сюда к главе государства приехали представители местной власти практически со всей Украины. Какие проблемы обсуждали и что нового для регионов решили, смотрите далее. Рабочий визит в Хмельницкую область Владимир Зеленский начал с инспекции объектов программы «Большое строительство». В частности, глава государства ознакомился с ходом реконструкции дороги государственного значения «Житомир-Черновцы». Проект стартовал в марте. Его стоимость – почти 322 миллиона гривен. Следующий объект – отремонтированное приемное отделение Хмельницкой больницы и местный дворец спорта. Именно здесь, в здании на реконструкции под председательством Владимира Зеленского состоялось первое заседание Конгресса местных и региональных властей. Это новый совещательный орган при президенте Украины. Создан он для решения в диалоге главных проблем украинских регионов. Мы понимаем, что происходит в стране. У нас много вызовов. У нас действительно есть много шахтерских городков, в которых ничего нет, кроме просто шахты. Поэтому мы заинтересованы, чтобы там появились и нормальные современные школы, кстати, и спортивные площадки. И должны там появляться индустриальные парки. Потому что понимаем, что людям негде брать заработную плату. Нет рабочих мест также. Высказаться смогли не только главы областей и городов, но и представители областных центров, а также сельских громад. Идея хорошая. Идея хорошая, нужная. У нас есть платформа для общения. Мы должны услышать первых лиц государства. Не так уж часто мы их видим, только по телевидению. Эта площадка – ближайший путь к президенту, к правительству. Они могут больше нас услышать. Наши проблемные вопросы, наши пожелания. На данный момент есть некоторые советы, которые лишены вообще возможности выплат заработных плат. Не то, что выполнения каких-то полномочий. Всех выступающих послушали и услышали. Ведь уникальность Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины именно в том, чтобы и мэр маленького города, и губернатор Большой области могли вести простой и прямой диалог со всеми ветвями власти. Начиная от президента и заканчивая профильным министром. Конгресс действительно дает такую возможность. Был абсолютно четкий сигнал. Любые вопросы должны открыто обсуждаться. И о них нужно не только говорить, но чтобы общины и граждане видели, что все эти вопросы решаются. На сегодня после реформы местных властей в Украине насчитывается 1400 территориальных громад. И подводя итоги первого заседания Конгресса, президент Украины подчеркнул. И он, и исполнительная власть намерены сотрудничать и помогать всем в любом вопросе. 1400 двигателей. И хочется еще услышать. Хочется, чтобы у нас была еще какая-то ротация людей. Чтобы у нас была возможность услышать людей, которые находятся по ту сторону экрана. А в следующий раз они появились вместе с нами. Для постоянного и конструктивного диалога с местными властями решением Конгресса создан президиум местного самоуправления. Он будет собираться ежемесячно для решения наиболее актуальных проблем регионов на высшем уровне. Ирина Коваленко, Новости Украины. И снова о пожарах в Луганской области. Верховная Рада приняла отчет Временной следственной комиссии, расследовавшей причины прошлогодней трагедии. Главное – бездействие и нарушение законов руководством региона, что и привело к катастрофе. В постановлении Нарзепы приняли решение обратиться к президенту и к обмину с предложением уволить руководителя Луганской области, а также главу Северодонецкой военно-гражданской администрации. Следствие установило, что руководство ГОСЧС в Луганской области способствовало системному хищению топлива и запчастей. В начале пожаров командно-штабная машина связи не работала более 30 часов. Подделка документов, тушение пожаров только на бумаге. Полное отсутствие разведки, связи, координации и управления подразделениями. Господин Пшик совсем потерял берега. Рядовые пожарные получили только по 8 гривен премии. А руководство – повышение и десятки тысяч гривен за тушение пожаров. Только где оно было? Чтобы не допустить повторения столь масштабных пожаров, в Луганской области запустили чат-бот, который будет оповещать зарегистрировавшихся о пожарах, ураганах и других чрезвычайных ситуациях в регионе. Кроме того, приложение «Внимание Луганщина» показывает на карте расположение всех экстренных служб – полиции, спасателей и медиков. Его разрабатывали полгода при поддержке проекта «USAID». «Скачать приложение можно бесплатно» и в нем будет функция обратной связи. То есть жители области смогут самостоятельно сообщать о происшествиях. Учитывая события прошлого года, а именно масштабные пожары, которые возникли в июле и сентябре-октябре 2020 года, возникла необходимость искать пути наиболее оперативного оповещения населения про возможные чрезвычайные ситуации, которые, возможно, будут возникать. И пришли к выводу, что необходимо разработать мобильное приложение, которое было бы в состоянии оповестить население про все чрезвычайные события, которые происходят. Николай, ликвидатор аварии на Чернопольской атомной электростанции, получил путевку в Одессу на оздоровление в санаторий. Говорит, раньше приходилось добираться с пересадками, теперь едет новым рейсом из Лисичанска в Одессу. В марте месяце опубликовали в нашей местной газетке «Новый путь», что будет открыться маршрут. И люди в нашем регионе очень взбодрились все, почему-то все довольны. А ну в Одессу маму попасть, это что? В состав 16 вагонов. Здесь есть купе, плацкарт и вагоны СВ. Купение высшего класса. Здесь 220 в каждом купе есть. Беленькие, чистенькие, новенькие. Вагоны все подготовленные, чистые. Прошли санобработку. Поезд удобный, вечернее, ну расписание вечернее. С Лисичанского направляется в 17.04 и в Одессу прибывает в 12.10. На первый рейс выкупили 60% мест. Мне сын купил, там он через интернет заказал. Пока осматриваюсь, ну вроде чистенький, новенький, такой уютный. Вроде бы хорошо. Надеюсь, что доеду, все нормально. Поезд из Лисичанска будет курсировать в Одессу через день по нечетным числам. В обратном направлении будет отправляться по четным числам тоже через день. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Новости Украины. Покорители вершины мира. Из 50-дневной экспедиции на Эверест в Украину спецрейсом вернулась команда альпинистов. Харьковчанин Валентин Сипавин стал первым украинцем, который четвертый раз успешно совершил восхождение на эту вершину. В аэропорту отважных спортсменов встречала Светлана Сыч. Уставшие, но счастливые. В Украину вернулась команда альпинистов, которым покорилась вершина мира – Эверест. В команде четверо украинцев и двое участниц из Белоруссии и Молдовы. Ковид, погода не очень хорошая, много людей. Мы справились. Это не только благодаря мне. Это мой опыт. Но делала это команда. Харьковчанин Валентин Сипавин установил национальный рекорд по количеству восхождений на Эверест. Он стал первым украинцем, который четыре раза покорил высоту 8848 метров. Условия в этом году были сложные на Эвересте. Много команд делали попытки в плохую погоду, не поднимались на вершины. Но мы рискнули. Еще один его рекорд – соседняя вершина Алкодзе – 8516 метров. Вторая вершина для меня знаковая, так как еще в советские времена украинские альпинисты на вершину Алкодзе разработали сложнейший маршрут. Как говорится, маршрут 21 века прошли по южной стене. В команде первая украинка из Днепра Ирина Караган, которой также покорился Эверест. Год подготовки. Перед этим прошла восхождение на Рарат, Келеманджаро и Охас Даль-Салада. Рассказывает, подъем был сложным. Момент подъема происходит в темноте. Половина пути ты идешь в темноте, ты вообще не видишь ничего вокруг, кроме людей, которые перед тобой. И момент рассвета. Это, наверное, самое потрясающее, что я видела в своей жизни. Такое ощущение, что как из космоса ты смотришь и прям кажется, что вот она, вот она круглая планета. Игорю Яскевичу из Львова Эверест покорился со второй попытки. За несколько сотен метров до цели пришлось спускаться за дополнительным кислородом. Вершина уже была в 400 метрах. Я ее уже видел. Но мне пришлось возвратиться вниз. Я где-то 5-6 часов отдохнул. Взяли полноценные баллоны. Я уже поверил, убедился. Альпинисты говорят, смысл восхождения – проверить себя на прочности и показать другим, на что способен человек, когда ставит перед собой цель. Пока участники экспедиции решают, какой будет следующая вершина, Ирина Караган уже знает. После Эвереста хочет побывать на Памире. Светлана Сыч, Юрий Шульга, Новости Украины. И напоследок о футболе. Сборная Украины обыграла сборную Северной Ирландии в товарищеском матче в Днепре со счетом 1-0. Единственный матч по этому поединке на 10-й минуте забил Александр Зубков. Это его первый гол для национальной сборной. С пожеланием всегда иметь повод и причину для хорошего настроения я прощаюсь с вами до завтра. Утром в этой студии будет работать Анна Ниченко. И смотрите наши новости в соцсетях. Доброй ночи и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин